Приветствую, дамы и господа! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в XCOM 2 Война Избранных на легендарном уровне сложности с включенными модами. Со списком модов, как всегда, можно ознакомиться в описании к видео. В прошлой серии мы с вами подобывали ресурсы, немножко себе здесь снаряжение наделали, и между сериями я немножечко модифицировал оружие наших бойцов, а именно бродяги. Я выдал модифицированный повторитель, но лучше у нас просто не нашлось. Нет у нас повторителя на вероятность 20, пришлось поставить пока на 15, и был у нее уже улучшенный расширенный магазин. В принципе, с 7 выстрелов, с 15% вероятностью, ну, с разгромом мы должны любого противника убивать, но это все на теории. Также по модулю на оружие я больше, по-моему, никому ничего не ставил, потому что посмотрел я по оружию, и, в принципе, мне все более-менее нравится. На винтовках, конечно, у нас повторители не самые лучшие, всего лишь на 10% вероятность. Так, но это не самая прокачанная винтовка, самая прокачанная у нас, кажется, да, вот у этого снайпера. Да, здесь есть повторитель и улучшенный прицел. Можно, конечно, сюда автозаряжание, вот это все наставить, но не знаю, была бы моя воля, я вообще бы на все оружие поставил повторители. В общем, пока так поиграем, если у нас будет какой-то прям крутой модуль и выпадет, вот улучшенный, там улучшенный прицел, хотя у нас здесь уже улучшенный прицел. В общем, улучшенные версии какие-нибудь, если будут выпадать, тогда уже будем думать, что улучшать. На самом деле, еще над Моксом, думаю, так, где у нас здесь, вот он Мокс, улучшение оружия, здесь у него тоже повторитель и улучшенное автозаряжание. Улучшенное автозаряжание, это очень хорошо для него. Насчет повторитель, повторюсь, я думаю, может быть, поставим ему, ну, даже не знаю, возможно, на дополнительный ход. Вот, кстати, да, модуль на дополнительный ход потратил, я его поставил нашему гренадеру. Здесь у нас был, по-моему, на 10 или на 15%, я, соответственно, поставил на 20%. И улучшенный приклад, соответственно, тоже это топовая модификация, 4 урона наносит. В общем, как-то так, по поводу ПБМов, я их тоже благополучно все потратил, я выдал самый крутой ПБМ на точность снайперу вдове, да, вот у него плюс 13 меткость. Почему именно вдове? Потому что, смотрите, ей я прокачал большинство навыков именно на снайперскую винтовку. Допустим, вот меткий глаз у нее, я этим часто достаточно у нее пользуюсь, это будет для нее полезно. Второй наш снайпер, это Гордон или Гордон. У него все-таки больше навыки такие пистолетные. С пистолета, как правило, точность весьма высокая, потому что дальность стрельбы невысока. Кстати, смотрите, у меня 14 очков, на что можно это потратить? Интересный вариант, кстати, легкий шаг даже. Можно прям вообще врываться и всех из пистолета расстреливать, не вызывая боеготовности. Это здорово. Ну нет, ладно, я посмотрю, может, там на полковнике что-то крутое выпадет, потратим туда. Да, и также я вообще все ПБМ-ы потратил, что у меня было. Допустим, я вот потратил ПБМ на уклонение. Да, на уклонение потратил ПБМ-ы, потому что они у меня так и пролежат до конца прохождения, я их не использую, вот эти ПБМ-ы. На волю вот я Гонсалесу поставил, он у меня сейчас воля аж 59. Потому что они, ну, не сильно полезны для большинства бойцов. Они, знаете, такая приятная вроде дополнение, но не такая прям жесткая необходимость. И они вот у меня лежат, 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 лежат и пролежат так до конца прохождения. Чтобы этого не было, я их просто раскидал по бойцам. Видите, у большинства сейчас у нас есть ПБМ-ы. Ну, как минимум вот у стартовой страницы. Ну, как я и говорил, на точность я выдал вдове. У нее сейчас вместе с вот этим ушным прицелом 20 на точность, точность аж 120. Это достаточно круто. Ну, вроде бы все. По поводу полезных советов про лабораторию. Мне написали, что, в принципе, когда плазминую винтовку исследую лабораторию, можно будет ее снести. Потому что оставшиеся технологии, ну, они достаточно короткие по времени. Вот разве что раковина привратника. Ну, я, в принципе, да, с этим согласен. Когда с технологиями разберемся, можно будет лабораторию и снести. По пси-лаборатории тоже, соответственно, улучшить второго. Ну, не знаю, я, наверное, второго не буду строить псионика. Мне пока одного хватает. И так, они все равно дома сидят, качаются. Достаточно редко они у меня на задание ходят. Потому что, ну, вот смысла просто нет таскать на задание. В прошлый раз мы его брали просто, чтобы посмотреть на него. Потому что задание ему не дают просто абсолютно ничего. Вообще они ему не дают. Он полностью качается у нас на базе. Что еще, что еще. Ну, ладно, может быть, в процессе что-то еще вспомним из полезного. Ну, соответственно, полезный комментарий вы сами можете прочитать под видео. Я, если мне комментарий нравится, я его, естественно, лайкаю. И вы тоже, соответственно, если что-то узнаете нового, обязательно лайкайте этот комментарий. Пускай другие люди тоже это видят. Ну, да ладно, сплава Фалерии у нас, в принципе, достаточно много. Материалов у нас тоже много. У нас здесь делается боевой костюм. Потом еще призрак будет делаться. Давайте мы в инженерном отсеке посмотрим, что мы можем еще произвести. Адский узор на уровне уже лет нет. Ну, кстати, да, нам небесные перчатки теперь хватает после задания на материалы. Ну, я сделаю. Ну, терморезак я не делаю, потому что у меня ходят два штурмовика. Один с катаной, другой с термотопорами. Резак просто не нужен. У меня с ним никто не ходит. Так, здесь что-нибудь есть новенькое. И по поводу привратников. Также мне в комментариях написали то, что он во время того, как его атакуют, воскрешает и стреляет в ответ. Это, соответственно, из-за модификации. То есть в обычной игре привратник такими глупостями не страдал. И у меня тогда, знаете, возникает вопрос. Заморозка получается обязательно для него даже в ваш ход. Вы его замораживаете, расстреливаете, чтобы он по вам не стрелял. А вот свет, штумовая граната. Будет интересно на него действовать или нет? Это на самом деле интересный вопрос. Возможно, у него к этому делу иммунитет. А может быть и нет. Что-то они будут не способны функционировать. Мог быть увиден. Но, в принципе, пока он в этой капсуле сидит. Бомба-то на нее работает. Он становится биологическим, когда он свою скорлупу раскрывает. Но М-бомба у нас одна есть. Ну да ладно. Так, вроде бы... Вроде бы все рассказал. Силу врага. Цент тайных операций у нас сейчас охотно избранного идет. А материалы через сколько дней у нас там? Кажется, только в прошлой серии. Да, через 21 день долго еще. Через 2 дня у нас взаимосвязь будет. Ну отлично. Давайте, в любом случае. Сейчас сходим на миссию совета. Нам прям там инженеры дадут. Не очень нужного, скажем так. Ну хотя ладно, станцию сопротивления его посадим. Хотя контакты у нас тоже пока в избытке. Партизанская школа. К слову. У нас есть сейчас 200 материалов. А, но с другой стороны нет. Нельзя материалы тратить. У нас плазменный ток через 10 дней появится. Надо ее на что-то будет строить. Поэтому ладно, пока не тратим. И давайте отправляться. Операция совета. Архонт Валькирия. Мы таких видели? Я не помню. Ну были какие-то у нас там крутые Архонты? Только Валькирия это были или нет? Я не могу сказать. Медицинский дрон. Кодекс Прайм. Призрак. Крисолит Хамелеон. Элитные солдаты. Так, много механизмов, кстати, будет. Много механизмов. Экстремально сложно. Ну окей. Давайте. Даже вот так вот мы сделаем. Посмотрим, кого мы возьмем. Я все-таки планирую следующим заданием идти за снайпером в цитадель. Ладно, посмотрим, как эта миссия сложится. И стоит ли брать мне сейчас вот храмовника? Я думаю, что не стоит брать. Пускай она отдохнет. Давайте мы Максимилиана Хана возьмем. Макинтоша возьмем. Это у нас хоть слабо прокачанный. Что еще? Аж нет с храмовник. Дома остаются. Хуан. Но вот этих воли маловато, конечно. Маловато воли. Здесь тренировка взаимосвязи. Мартинес, он у нас с Полищуком дружит. Кстати, смотрите, Полищук уже капитан. Ничего себе. Растет. Растет. Прямо на наших глазах, можно сказать. Можно искру опять же-таки взять. Для огневой мощи. Специалиста тоже можно взять. Ну, давайте я возьму специалиста. Против робота, в принципе, должно быть неплохо. Ну, Драгунову, конечно, еще хочется взять, но... Она на стресс тогда уйдет. Она мне будет нужна в Цитадели. Что там специалиста взять? А у тебя с кем взаимосвязь хорошая? У тебя там с кем-то была взаимосвязь? За водовой? Серьезно? А ну, у удовы уже есть взаимосвязь. Нет, третий лишний, как говорится. Ну, Вейдер, Алексей... Ой, Сергей Сильченко. Хоть его все-таки взять. Еще раз на него посмотреть. Только 42-51. Он у нас не уйдет. В усталость. Ну, ладно, устанет, будет отдыхать, в конце концов. Не зря же мы его качаем. Можно, конечно, еще от Мутамби взять. А в Мутамби с кем дружит? Так, Мутамби, ты с Жнецом. Ладно, давайте вот как-нибудь так сходим. Два бойца поддержки, один штурмовик, два тяжа, можно сказать, и псионик. Так, ладно, псионик, вернись. Я как-то это погорячился, не хотел от тебя убирать. Так, давайте смотреть по снаряжению. У нас, кстати, теперь броня Кобра тоже прокачана. Она дает аж 7 брони и 40 уклонения. Две мобильности, это круто. Давайте Араси Катана и... Патроны Коготь на дополнительный крит урон. Да, примерно так. Тяж. Будет много роботов там. Может быть, тогда взять нам одну... Только как бы вот лучше взять морозную бомбу нам удвоить, или... У патрона синий экран однозначно берем. Здесь... Ладно, давайте М-бомбу одну возьмем и пару морозных. Морозная все-таки универсальнее. Морозная по-универсальнее. Так, здесь место ракетной установки паучков бери. Бери прокачанный пулемет. Кстати, рельсотронная пушка. Слушайте, а про тебя совсем забыл. А у тебя какие модули? Автозаряжание у него стоит. Автозаряжание и точность на 20. Ну, точность на 20 неплохо. Он не очень точный. А вот автозаряжание можно улучшенное поставить. Да, давайте я улучшенное поставлю. Вместо 2-4 будет перезарядки, потому что у него всего лишь 3 патрона в айбоме. 4 раза можно будет бесплатно перезарядиться с авердрайвом. Это достаточно круто. Так, и что здесь? А вот это на самом деле я как-то плохо делаю. Нам не надо 2 байса поддержки. Или надо? Нам на них банально снаряжения не хватит. Конечно, есть у нас здесь вот немного прокачанные винтовки. Но они же совсем немного прокачанные. Так, черепной бурн, она аптечка. Может быть все-таки... Может быть вместо Гонсалеса кого-то другого взять. Кого? Мокс уйдет на усталость после этой миссии, если я сейчас его сюда возьму. А он нам понадобится на штурме. С другой стороны, штурм, может, в этой серии не будет. Посмотрим. Но они мне оба нужны. Эрин. Эрин лабанк. Но на штурм я, скорее всего, буду вдову брать. Хотя с пистолетом, блин. С пистолетом она как-то поприятнее смотрится. Ладно, давайте мы Эрин возьмем. С этой винтовкой. С крутым пистолетом. И... Стоит ли паука давать? У паука меньше здоровья, но больше уклонений. Плюс крюк. Ладно, давайте возьмем крюк. Ну и... Патроны синий кран. Давайте-то знаете, как я сделаю? Я даже вот сюда бронебойные поставлю. По большому счету, бронебойные и синий кран для тяжа, они примерно одинаковые. То есть синий кран добавляет 5 урона, а бронебойные пробивают 5 брони. То есть по факту, если у противника 5 брони, то же самое получится. Только бронебойные, получается, они универсальнее. Это по бронированным противникам. Но механизм, как правило, бронированное. С другой стороны, по биологическим, легко бронированным уже вот эти бронебойные полезни. Поэтому, да, давайте я бронебойную ему уж возьму. Пумбы оставлю. Ну а снайперу, соответственно, выдам вот такие. Потому что они на пистолет тоже действуют. А она из пистолета, как мы знаем, очень неплохо бахает. Так, поддержка. Ты у нас, значит, перья... Нет, не перья, подожди. Другую перья у нас там по прокачиванию есть. Да, вот эта с повторителем. Размер магазина, кстати. Может быть, тоже прокачать. А у нас есть теперь чем прокачать эту винтовку? Повторитель мне нравится. Вот есть модифицированный расширенный магазин. Еще один патрончик. Лазерные прицелы. Это накриты. И автозаряжание. Ну, для поддержки, на самом деле, лучше именно магазин. Потому что там есть перк на то, что он много раз может стрелять с боеготовности. Решение, магазин здесь интереснее смотрится. Да, давайте, опять же таки, не буду жалеть. А то могу потом об этом пожалеть. Каламбурчик. Случайный. Ну да ладно. Так, броня надзирателя, магнитная винтовка, гремлин. Все отлично. Так, тебе. Ну, давайте ему стреломет. Я возьму, потому что у него точно и сама по себе не очень высокая. А со стрелометом она, соответственно, получше будет. Пси-усилитель пока не самый крутой. Самый крутой у нас получается из вот этого летающего товарища. Ладно, пока что обычный. 84 пси-силы. Броня надзирателя. Что по перкам? Что по перкам? Можем призрака выдать на всякий случай. Но вперед он у меня явно бежать не будет. Давайте возьму призрака. Мало ли, может помочь. И что дополнительным перкам? Можно, кстати, тот же синий экран взять. Арбалеты, синий экран. Да, плюс 5 урона. 14, 16 урона. Представляете, бабахнет. Мое почтение. Можем здоровье дополнительное взять, чтобы не убили его. Отравленные патроны. Но это все для стреломета не очень полезно. Если смотреть в процентном эквиваленте, так скажем. Синий экран. Да, давайте я ему тоже синий экран возьму. Как-то так. Если что, на пару будут они роботов убивать. Ну что, вроде бы как-то так. Вот таким составом идем. Здесь у нас... У них какая уроку? Какой уровень взаимосвязи? Второй. Класс. Здесь разрывные боеприпасы. Арасия. Катана. Все здорово. У него здесь мега перки просто на убийство. Он ходит, убивает всех. Тяж. Электромагнитная бомба. Бронебойные патроны. Морозная бомба. Кулемет. Гранатомет. Здесь рельсотрон. Усиленный бит. Усиленный бит это самый крутой бит. Да, это самый крутой бит. Перчатка. Хозяйки. Выводка. Все хорошо. Костюм паук. Пока что. Но я надеюсь, что по ней стрелять не будут. Прокачанная снайперка. Меткость плюс 10. Нет, подожди. Это не самая прокачанная снайперка? Разве нет? Вот меткость... А, ну все, я ее поменял. Конечно, поменял. Меткость плюс 20. Шанс к убийству 10%. Так, здесь. Магнитная винтовка. Гремлин. На взлом. Аптечка. Здесь стреломет. Псиусилитель. И вот такие всякие штуки. Запал у нас, кстати, еще есть. Если у картинки есть взрывчатка, Псиагент может ее подорвать дистанционно. Там, кстати, будет адвент. И у этого адвента там взрывчатка должна быть. Ну, как-то так. Ладно. 20 минут поболтали. Красота. Ну, не каждую же серию сразу в бою начинать. Правильно. Ой-ой-ой, она прям за нами летит. Обалдеть. Слушайте, у нас, кажется, будет в этой серии миссии по обороне. А у меня турели не успели достроиться. Вот это интересно. Это прям интересно. Ну, слушайте, это же не избранный за нами летает. Я помню, проходил, когда еще очень давно без DLC этого. Эти тарелки тоже летали. И было там, оборона баз была. Такая неприятная, прям скажем. Там много было противников. Но я там умудрялся еще бегать, лут с них собирать. Разведка принесла бы сигнал бедствия. Бла-бла-бла. Эвакуировать Випа. Так, а что за дань? Я так вооружился. Может, опять можно было все вдвоем сделать? Да, можно было все вдвоем сделать. Ну, ладно, ребят, нам здесь еще и копеечка выдали. Ну, как после этого втихаря уходить? Не, мы будем просто идти и по дороге убивать всех. Ну, давайте прям по традиции. Небольшой перерывчик перед началом миссии на всякий случай. Давайте начинать задание. И у нас на самом деле возможность... А, элитный копеечек. Здорово. Есть возможность прямо сейчас вынвисуйте. Давайте, наверное, я прямо это и сделаю. Конечно, Вейдер у нас отстанет немного от отряда. Но зато у нас первые ходы гораздо более гибко пройдут. А Вейдер уж как-нибудь потом подтянем. Ну, и да, задание это в инвизе. Не получилось бы толком братьям. Потому что у нас женицы отдыхают. А без них это достаточно проблематично. Ну, нет, я не хочу прямо сейчас атаковать. Давайте просто вперед продвинемся. Вполне возможно, что там еще кто-то есть, кроме этих крисолидов. Мы их просто не видим. Знаете, интересный вопрос. Вот крисолид хамелеон, как зарывается, на него сработает? Вот эта мясорубка от койоты или нет? Или он просто в инвиз уйдет? Интересный вопрос. Ладно. Под призраком можно понаглее двигаться. Нас здесь, в принципе, не могут они обнаружить. Потому что это надо прям в упор к нам подойти, чтобы заметить. Поэтому можем бежать. Прям вот так. Элитный копейщик. Давай тоже с нами. Да, конечно. Молодец, элитный копейщик. Правильный путь выбираешь. Стал, конечно, Вейдер. Но я думаю, что ничего страшного. Догонит. Так, здрасте. Это кто? Это снайпер. Будьте осторожнее. Малозаметный силовой щит. Генерал, кровобаня, пожиратель душ. Тут опасно. Спасибо. Заботится о нас. Блин. Штурм от стадели. Элитный жрец. Элитный медицинский дрон там, кстати. Он нам запалил. Хороший у него перки. Вот что я хочу сказать. Защита после первого выстрела. С другой стороны, если стрелять тяжем первым или там Драгуновой метку вешать. Так. Ага. Валькирия и Мэг тут. Эти куда-то пошли. Ага. Тут бы, смотрите, еще и в инвизи не получилось бы пройти. Здесь вышка стоит. Хотя призрак, наверное, и на вышку действует. Что можно более-менее. У меня, конечно, есть план, как убить Крисолида Хамелеона. Можно снайпер, допустим, куда-нибудь вот сюда забросить. Поставить на боеготовность, побежать к ойотам, убить Трутня. Хамелеон начнет паниковать. Мы его рубанем выпадом. И рубанем с боеготовностью. Хотя с боеготовностью не сработает. Мы под призраком. Блин, с боеготовностью не сработает. А я что делать? Ничего? Может быть, ничего не делать? Да, наверное, ничего не делать. У нас, тем более, еще Вейбер от всех отстал. Давайте мы его будем подводить. Давайте, наверное, этот ход я пока что внизу займу позиции. Двигаемся вот здесь вот пока. В принципе, даже хорошо, если они нас сейчас обнаружат. У нас сработает... Так, кто здесь? Чистильщики, скермишеры. Сработает у нас куча боеготовностей, и мы их пощелкаем. Так, снайпер. Где у нас снайпер? Я потерял ее. Блин, где снайпер? Вот снайпер. Снайпер. Становись прямо вот сюда. Может быть, даже я хочу, чтобы ее обнаружили. И чтобы она бахнула кому-нибудь в спину с боеготовностью. Ёльнир, давай тоже сюда. Пускай тебя тоже обнаружат. Может быть, получится призрака убить прямо в его ход. Потому что я, насколько помню, когда его атакуешь, он сразу шкериться начинает. А это не очень хорошо. Конг. Конг. Тяжелый мэг полицейский. Кстати, мэг это мы можем даже и... Что если нам вообще вот здесь вот пройти? Не трогать этих ребят. Вот так вот пройти и выйти. Вообще спуститься сейчас вот отсюда. Давайте попробуем. Нам уж не надо убивать всех. Вот пускай тут этот мэг раскуривается. Нормально все у него. Так, гражданский, беги сюда. И мы, соответственно, вот так вот вдоль вот этой дорожки, дорожки сюда выйдем. Соответственно, избранного тоже убивать не надо. На него, конечно, много бы ходов ушло. Но он же совсем необязательный. Так, и элитный копейщик. Да все сюда вставайте. А нет, не все. Зря, наверное, я так всех поставил. Хотя, возможно, не все у нас выйдут из инвиза. Давайте боеготовности. И надеюсь, что... Заметите сейчас кого-нибудь и умрете. Давай, замечайте, умирайте. Так, мэг в нашу сторону идет, да? Ну, это ожидаем на самом деле. Заметил. Да. Ай-яй. Блин, ну и все в него. Ну и все в маленького. Ну серьезно, что ли, а? Ну что в мелкого-то? Ну типа ближе попасть проще. Если бы адвент был на что-то способен, не пришлось бы звать меня. И все, он больше никого не обнаружил, да? Или обнаружил? Нет, обнаружил. Сразу ушел в инвиз. Блин, а у меня и... Нет снаряжения никакого, чтобы его из инвиза вывезти. Конечно, можно паучка туда запустить. Снайпер целится. Ваше время истекает. Блин, ну да, мэг сюда идет. Если я пройду дальше, я вот этих ребят замечу. Может быть и как бы бокси не пускай замечу. Айот. И это, конечно, может побежать прямо сейчас, убить мэг полицейского. Только там летун останется. Это не очень хорошо. Можно сюда вот влететь, этих ребят начать убивать. Класс. Блин, их там... Это как-то... Это он как-то кого ударил. Это он которого ударил? Который выполз или что? Ладно, наверное. Тогда здесь. Что у нас есть? Какие варианты? Чистильщика можем рубануть. Можем щитоносца попробовать убить. Можем он к скермишеру залететь. Я вообще хотел остаться в инвизе. В инвизе подлететь. И вот в эту шайку начать с мясорубки раздавать. Но, как видите, у меня не получилось. Так, здесь. Кстати, две цели будет видно. Давай сюда. Руки молний, может быть. Или гарантированное попадание. Слушайте, гарантированное попадание можно на щитоносца потратить. Если вдруг у нас койот его не убьет. Можно жнеца подрубить. Блин, много вариантов на самом деле. Топейщик. Глушающий копьем. Так, Пенджамин, ты все еще невидимый? Боюсь, тебя здесь обнаружат. Кардан. Мьёльнир. Можно подбежать с кулака чистильщику вломить. Можно его... Нет, никак нельзя. Планга обойти. Кардан. Ладно, кардан давай вперед. Тачки взлома есть. Ну давайте я просто посмотрю, что там. Может какие-то, не знаю, перки есть на повышение. Хотя я ни разу не встречал, чтобы вот в этих вышках что-то полезное было в плане взять по контролю случайного врага на следующее количество ходов 2,70%. Берем. Класс. Я про то, что ни разу не встречал, что здесь что-то постоянно, там, постоянно волю повысить, там, или постоянно взлом повысить. Вот такое вот. Вот такие какие-то на один бой. Чистильщики, что ли, наш стал? Гермишер наш стал. На два хода. Это интересно. У нас что, светошумовая граната есть? Есть выпад. Есть правосудие. Можем подтянуть и стукнуть. Можем вообще чиселечку к себе подтянуть. Как вам такое? Чиселечка подтянуть и шарахнуть его. Слушайте, это, по-моему, самый лучший вариант сейчас получился. Так, койот. Нет, давай попробуешь ты через женица сыграть. Только знаете, как я, наверное, лучше сделаю? Я руками молнии попробую выстрелить в щитоносца. Рома, к сожалению. Нужно мне гарантированно убить. А здесь, смотрите, 50 на 50. Или убиваем, или нет. Мне надо гарантированно. Тогда шаг в тень. Да. Просто если мы не убьем, у нас штурмовик дополнительный ход не получит. Это плохо. Так, койот, давай. Вот сюда влетай. Убивай. Получай неуязвимость на следующую атаку. Еще кристалид хамелеон. Готов. Кристалиду шарахни еще, как ты умеешь. Или он сейчас опять скроется? Так, элитный шрец. Надеюсь, вы не рассчитываете. Это делает нашу игру только интереснее. Как скажешь. Хамелеон куда-то пошкандыбал. Так. Ладно. Это же один из избранных. Серьезно, Брэдфорд? Это избранный? Да хорош. Какое лечение-то? Это мой ход. Какое лечение? На семь, блин. Так, с кирмишер два хода будет наш. Я знаете, что сейчас думаю? Я думаю, что надо как-то... Друбить овердрайв. Ранить сильно огнеметчик. Чтобы с кирмишер его подтянул, взорвал и себе еще урон нанес. Пять урона. Давай еще разок. Отлично. Его с кирмишер добьет. Так, не-не-не-не. Так, с кирмишер давай, подтягивай. А это как? Ты к нему подтягиваешься или его к себе подтягиваешь? Его к себе. Он взорвется? Взорвется. Красота. Еще два урана. Так, койот. Можно кого-нибудь заморозить, кстати. Можно кого-нибудь еще урубануть. С кирмишера вон можно убить. Можно два очка действия добавить, кстати говоря. Ну блин, с каждой атакой урон-то меньше становится. Сейчас уже 10-11 всего лишь. Только в робота можешь шарахнуть. Ладно, бежим. И сюда. Так, Вейдер. Ты вообще еще в инвизе, кстати говоря. Давай сюда. Бенджамин тоже, кстати, в инвизе. Давай сюда. Что здесь делать я пока не очень-то понимаю. Конечно, Конг еще может выдать очки действия. Кто может сделать койот? Добежай до какого-нибудь элитного медицинского дрона, его убить. Можно подбежать, еще хамелеон рубануть. И мы помним, что следующий атака у нас неуязвимость. Можем хамелеон заморозить. Чтобы он никакие глупости не делал. Но у нас атак-то выбор не такой большой. Из выстрелов. Опять же таки хамелеон, с кирмишера, дрон 50 на 50, 35, жнец, 26, 23. Так, ладно, сначала в вас смотрим. Конг, ладно, Конг. Давай вперед. Да все вперед. Мьёльнир, перезарядись. У тебя дофига свободных перезарядок. И, наверное, паучка надо выпустить. Да. Паучок пока ждем. Что все-таки здесь делать? Ну, хочется по хамелеону ударить. Но смотрите, у нас тут хамелеон, у нас тут охотник. Много атак на хана будет. Прям очень много атак. Что если куда-нибудь запрыгнуть? Можно вот сюда запрыгнуть и, допустим, оказаться рядом с элитным солдатом. Его шарахнуть. Даже не знаю. Хотя все-таки хамелеон заморожим. На. Заморозил. Заморозил. У нас, кстати, лестница не сломалась. Мы как забираться теперь всегда будем, кто знает. Здесь можно, да? Вот по этим тросам можно забраться. Ладно, бей хамелеона. Так. Я уважаю это как искусство. Но мечом ты до меня не дотянешься. Посмотрим. Так, скермишер все еще под контролем. Эти ребята нас заметили. Но они сейчас же не будут стрелять, правда? Да, они сейчас стрелять не будут. Джилет, что будешь делать? Контролить? А, нет, бафать будет солдата. Но хамелеон умрет сейчас. Он дернется и умрет. Дер... О, хамелеон... Блин, нет, не хамелеон. А, в скермишера. Молодец. Кровотечение повесил. Хорошо. Дрон, что будет делать? А, дрон умирать будет. Молодец. Супер. Вот это правильный ход. Хрисолит еще будет делать? Тоже умирать? Хрисолит тоже будет умирать. Уважаю твое решение. Молодец. Койот просто все тут разобрал. И в принципе мы неуязвимы для следующего выстрела. Избранного. Если он будет стрелять по на... А, он тоже с кермишера. Еще один выстрел, говорит. Просто взяли и убили с кермишера. Как так-то? Так. Здесь вот что делать. Убегать? Может быть убегать. Оставить им здесь пауков на размножение. А, кстати, запал. Можно взорвать. Только не знаю, сколько урона. У него тяжелый мэг полицейский. У него же домовухи. Можем, кстати, мэга вообще выключить. Давайте сначала здесь посмотрим. Койот. Блин, 18 здоровья. Много у Койота. Ой, у Койота. У всех тут много, у Койота немного. Здесь у нас, конечно, еще копейщик. Ну, а почему бы и нет? Давай бей. 65% правда всего. Промах плохо. Снайпер что скажет? Снайпер скажет, что... Ой-ой-ой. Скажет, что мэка может просто испепелить. Смотрите. Может нам не рисковать? У нас еще 10 ходов. Времени полно. Давайте я все-таки попытаюсь вот этих ребят убить. Времени объективно много еще. Мэка мы можем сейчас попробовать выключить. И весь огонь сосредоточить на Архонте. Безумие он можем. Огонь души. 6-8 урона. Игнорирует броню. Прекрасный урон. Метку на него повесим. Да, давайте я мэка блокирую. Можно было бы, конечно, сейчас ломануться и убегать. Но еще 10 ходов. 10. Мы два хода потратили. И уже очень большой шухер навели. Нет, я не буду пытаться взять под контроль. Я просто выключу. А мы бы и не смогли его взять под контроль, к слову. Давай, мэк. Ты просто сейчас скрючишься, постоишь. А мы разберемся с Архонтом. Кто под контролем над разумом? Чего? А почему он под контролем над разумом? Архонт? Что он нам сдался или что? Почему он вдруг стал под контролем над разумом? Так, гражданский. Давай сюда. Беги. Я, честно сказать, вообще сейчас этого не понял. Ну, собственно говоря, я вообще не против, что он под контролем над разумом. Можно, смотрите, гражданский пойти кусать. Ууу, гражданский, бойтесь меня. Но нет, паук, давай вперед. Потрошитель XCOM. Крутое название. Название круче, чем он сам. Так. Ну, что тут делать в итоге? Йольнир. Снайпер. Ладно, давайте Мэг убьем. Я не знаю, что с Архонтом. Я, честно сказать, вообще в шоке от произошедшего. Мне их почти жаль. Они даже не представляют, с кем связались. Доминирование. Я сейчас пытаюсь судорожно вспомнить, что это за доминирование у нас такое. И на сколько ходов это будет действовать? Кстати, это девушка. Слушайте. Неплохо выглядит. И если, как говорится, внимательно посмотреть на ее, так сказать, бронь пластины. Слушай, Архонт Валькирия, давай ты на нашу сторону перекинешься, и вообще красота будет. Здесь. Можем, конечно, еще один ход вернуть. Смотрите, можно шарахнуть койотом, допустим, жреца. Потом еще ход вернуть, и еще раз шарахнуть жреца. Он умрет. Я не знаю, умрет ли после этого солдат. Да и жрец-то не факт, что умрет. На самом-то деле. Он может в стадис уйдет. А если серийную убийцу еще подключить? Сто процент, кстати. Да, давай серийную убийцу сюда. Выстрел. А если, подождите, если... А, нет, все. Отмена. Я хотел спросить, что если... Солдат тоже умер. Мой брат не обрадуется, знаю, что вы убили жреца. Ну что поделать? Я хотел спросить, что если он в стадис упадет, это засчитается за убийство или нет? Но, ладно, он не упал в стадис. Можно теперь, в принципе, и тобой заняться, дружочек-пирожочек. Иди-ка сюда. Жалко, что у тебя уязвимости к ближним атакам нет. 11 урона. Кто там говорил, что до тебя катана это не достать? Никогда не думал, что увижу это оружие в руках смертного. Ну, блин, все бывает в первый раз. У меня тоже он провал на миссии был. Растоптали передатчик под контролем над разумом. Ну-ка. А, генерал. Окей. Слушай, призывай, призывай. Ой, как хорошо призвал. Ой, как хорошо призвал. Он же сейчас... А, нет. А почему у тебя ничего нет? Подождите, он же обычно призывает с лутом. Почему без лута призвал? Где мой лут? А, есть лут. Все прекрасно. Поднимай, койот. Поднимай. Оп. Лучший лазерный прицел. Класс. Спасибо. А почему еще раз не сработала мясорубка? Один раз так действует. А у меня не уязвимость, дружочек. Вот тебе. Не-не-не-не-не-не. Никакого вот тебе. Такое не часто увидишь. Если вы не победите меня сегодня, все ваше дело может пойти под откос. Согласен. Я не знаю, что делать с Валькирией. Можно, конечно, угнать на другой конец карты, чтобы она, когда выйдет из-под контроля, была далеко от нас. Давайте я, наверное, так и сделаю. Потому что вообще не понимаю. Ну что за доминирование? Я вот честно вообще не понимаю, что какое доминирование. После того, как я законтролировал Мэка, усыпил его, так сказать, вдруг какое-то доминирование произошло. Ну здрасте. Что за доминирование? Так, ва-банк. Нет, не можешь далеко, да? Ладно, по-хорошему надо уходить. Все. А что у тебя за дебаф? Метка самонадещущегося выстрела. Уже нет никого выстрела. Ты чего? Кардан. Да все вперед. И вперед. У нас еще некоторым под маскировка остались. Так, Сергей. Можно даже у мертвого паукан подорвать. Как подняться сюда теперь? Книги? Нет, не книги, по-моему. Наверное, вот отсюда. Дожди. Турмовик. Да, отсюда он поднимается. Значит, и все отсюда смогут подняться. Ну, а пока сюда. Вейбер. Я, кстати, не вручную делаю. Это ему автоматом такой позывной. Мне нравится. Прекрасный позывной для... Псионика. Так, ты пока в маскировке сидишь. Прекрасного не обнаружат. Могут обнаружить, конечно. Понг. Давай сюда. Давайте посмотрим, как на тебя заморозка действует, дружище. Ой, подожди. А мы крышу не сломаем, с которой эвакуироваться надо? Классная сережка, кстати, у нас. У бойца поддержки. Замерзший. Ну, я, насколько понимаю, не очень элегантно. Согласен. Это ему 1 очко действия всего лишь потратить. Ну, а с другой стороны, нам больше-то и не надо. Меньше он подействует, нам лучше. То есть, там, что-нибудь сделает и меньше побегает. Вот тебе мастер клинка еще на 12 урона. Спорим, что повторить ты это не сможешь? Я тебя уже второй раз бью, дружище. Я бы на том месте так не спорил. Что про споришь. Ну, блин. Я прям предвижу, что на штурме садель будет не очень просто. 60 здоровья. Ой-ой-ой, потрошитель просто вошел в какой-то кровавый раж, хочет гражданские идти убивать. Да что вы все промахиваетесь? Так, ладно, Бенджамин. Опасно, на самом деле, сюда вставать. А что, если он вниз спустится и стрельнет? Это будет очень обидно. Да, архон все больше не под контролем. Действие потеряно. 11 урона. Не гражданскому это спасибо. Из ружья даже. Винтовка никогда не подведет, сказал он и промахнулся. Так, спокойно. Что с вами, женщины? Вы только посмотрите, как спокойно они уходят. Такие, ну, дураки какие-то. Устроили тут черти что. Так, гражданский. Давай, улетай отсюда из этого сумасшедшего дома. Очень странная миссия. Валькирия какая-то, вдруг к нам решившая присоединиться. Ну, да ладно. Так, здесь охотника. Копейще, ты же его не убьешь, да? 8-10 урона. Ну и тебе. Эксу. Блин, царапина. Только царапина. Я хочу очки получить. Ладно, давайте. Он начнет шевелиться, его койот добьет. Я не часто получаю ранения. Но когда это случается, я очень сержусь. Да еще бы. Так, искра. Давай сюда. Я ж не про кого не забыл, правда? Все у меня здесь. Да, Вейдер здесь. Снайпер. Снайпер здесь. Слушай, а снайпер может даже убить его сейчас сможет. Да хватит ходов снайпер, чтобы подойти. Куда-нибудь вот сюда, на краешек и стрельнуть. Блин, не хватит. Отсюда не видно. А, вот отсюда видно класс. Давай. Сто процентов, пять-шесть урона. Блин, ну, пятьдесят на пятьдесят. Готов. Охотник погибает. Пять очков способностей получили. Продолжаем прокачиваться. Красота. Еще десять ходов, кстати. Обращаю ваше внимание. Как мы очень быстро справляемся. Охотник терпит поражение. Эрин Гордон плюс одно очко способностей. Быстрел с фланга. Такой маленький отряд. И столько проблем, говорит. Спасибо. Мне из избранных пока только этот не нравится. Чародей. Какой-то он слишком такой, знаете, на пафосе. Даже этот, смотрите, снайпер такой. Ничего себе. Типа красавчики. Ранили, говорит, меня. Эвакуация. Давай. Там у гражданских сходка какая-то. Так, это кто? Это паук. Давайте попытаемся в очередной раз его эвакуировать. Но он слишком гордый. Он с нами не пойдет. У него свои пути отхода. Ладно, встретимся на базе. Сейчас, бац, Валькирия прилетает. И куда-нибудь сюда ракеты. На. И у нас у всех миллион ранений. И вот, в общем. Ну ладно. Так, Койот. Ты же сможешь собраться прямо сейчас? Сможет. Прекрасно. Копейщик. Давай тоже с нами, а? Мы тебя это... Переобучим, я не знаю. Будешь подручный Мокса. В принципе, на лицовый плюс-минус похоже. Гардан, только не загорись. Блин, тут Вейдер встал. Ну, Вейдер, слушай, отойди. И Конг. Отлично. Все, вроде бы все. Плотеньким кружком встали. Давайте уходить. Ну, а Копейщик с нами полетел. Молодец. Подтверждаю, задание выполнено. Сейчас еще дроиды улетят. Оп. Супер. Смертоносный пес. Побежден. Врагов убит 11 из 14. Ну, Валькирия. И где-то еще двоих мы не нашли. 7 ходов. Подождите, получается, пока был товарищ, избранные ходы не шли, что ли? Ну да, наверное, не шли. Я и думаю, что как много ходов-то осталось. Вроде воюем-воюем, а все 10 ходов. Ну, это логично, что когда избранный таймер останавливается. Так, избранные неимоверно живучие. Ой, как радуется глаз, когда вот так вот приходят и подтвердить взаимосвязь. Такие довольные. Ли... Ли Сильченко. Адвент ведущая причина летальных исходов. Может быть. В том плане, что без ранений когда. Ну, красота-то какая. Кстати, у Койота 122 убийства. Обалдеть. Ну, улучшенный лазерный прицел. Притащили с собой. Инженера притащили. 100 разведданных притащили. Давайте мы сразу отправим его работать. Отличная работа. Да, и разведданных 221 у нас стало. Плазменные винтовки. Что у нас по усталости? Главное достижение этого задания, то, что мы вообще никаких ранений не получили. 27 часов. И у нас там, кстати, тарелка летает. Обращаю ваше внимание. Но, опять же таки, очень хорошо, что мы вернулись без ранений. Если сейчас какой-то штурм будет. Блин, контакты с сопротивлением. Мне это надо. А сколько их дадут контактов? Один? Или сколько? Мне, может быть, даже снести можно будет. Вот эта станция связь с сопротивлением. С другой стороны, ну, снесу я ее, и что? Что я здесь смогу еще построить? У меня уже все построено. Защитную матрицу только улучшить. Ну и псилабораторию улучшить, и все. Поэтому особого смысла нет, получается, уже забежать за контактами. Ну да, смысла нет. Ну, все, защитная матрица. Ну, будет она у меня улучшенная. Псилаборатория. Ну, я не хочу псилабораторию изучать. Мне, в принципе, как я уже говорил, одного псионика вполне себе достаточно. Не хочу я весь их скомп в пси-отряд превращать. Пускай один будет. Лабораторию? Ну, лабораторию потом снесем, когда все исследуем. Мне вот интересно, сколько контактов? Там, по-моему, один контакт все дается. Лучше бы энергии дали. Не, я не полечу за контактом. Давайте посмотрим, какие у нас еще задания здесь есть. Материалы. Давайте вот за сплавами слетаем. Тем более, тарелка здесь. А мы в другую сторону. Вот, и разошлись, как в море корабля. Класс. Так, ну давайте, досканируем. Здесь у нас что? Боевое ранение Кэррин Дэвис получила. Получен опыт, получен опыт. Воля увеличилась на 3. Так. Молниеносные последователи. Получен дополнительный человек приказов. Искусство войны. Охотно избранную часть 2. Сбор развед данных. Искусство войны при повышении звания дается на 25% больше очковоспособностей. О-о-о. Блин, ну это очень поздно. Я уж почти всех прокачал. Блин, ну где раньше-то были? Вот это бы, вот этот приказ, да в начале бы, а? Чтобы больше очковоспособностей-то было. Блин. Жулики. Так, что мы можем? Получение очки способностей, замедление развития проекта аватар, сбор развед данных, научный прорыв, блин, модульные пушки. Модульные пушки мне пока что нравятся. Мне нравится... Что мне еще нравится? Очки способностей мне нравятся. И сброс аватара мне нравится. Пушки. Дополнительный модуль на пушку можно будет поставить. То есть у нас сейчас там на перезарядку... А, нет, у нас не на перезарядку. У нас на урон при промахе, на дополнительные действия. И можно будет, допустим, поставить на перезарядку или на дополнительные боеприпасы. Это прям здорово будет. Потому что у меня тяж сейчас страдает из-за того, что быстро он все истреливает и тратит ход на перезарядку. Давайте я, наверное, первый сделаю научный прорыв, а потом, может быть, даже вот за очками способностей. Насчет замедления проекта аватар я не знаю. У нас там, в принципе, куча заводов, которые мы можем проатаковать и аватар сбросить. Ну ладно, вот научный прорыв я однозначно делаю. А здесь вот я подумаю. Научный прорыв в воле плюс 5. Ну если еще прокачанных ребят отправить, они еще быстрее сделают. Только у нас... Блин, Кэррин Дэвис на 5 дней вылетела. Кого же отправить? Ну ладно, один день, в принципе, это не так критично. Давайте мы... У отправим. И обычно у какого-нибудь... А, ученого надо. Так, снижение риска боевого ранения. Давайте мы... Ну, Биллис ходит. Блин, ученый обязательно нужен. Ладно, давайте отправим. Ивана Илюшина. Это, конечно, нам немного замедлит изучение наших пушек. 9 дней плазмную винтовку. Но зато на пушках дополнительный модуль появится. Так, взаимосвязь. Полищук и Рикардо Мартинес. Давайте. Улучшаем им взаимосвязь. Секретный агент и корректировщик. Небось, я рядом. Здорово. Смотрим, что у нас по бойцам. У нас, в принципе, через 40 часов возвращается Драгунова. И через 40 часов, получается, мы совершенно спокойно можем идти штурмовать цитадель. Так, пещеры. 149 плавов. 171 кристалла Лерия. Серьезно? Че, как много-то? Так, давайте на черный рынок сгоняем. У нас 220 разведданных. В принципе, черный рынок. И, может быть, где-нибудь построить нам вот эту вышку связи. Может быть, в Африке где-нибудь и построить. Ладно, давайте посмотрим сначала разведданные. Так, труп жреца. Дорого стоит. Блин, у нас их мало. Давайте посмотрим, что можно купить. Сплавы Лерии. Ну, сплавов Лерии у нас огромное количество. Я, наверное, не буду больше их покупать. Улучшенный прицел. Улучшенный расширенный магазин. Улучшенный приклад. Ультраконцентрация. Блин, ультравосприятие. Еще точность. Еще одному снайперу взять точность. 165 материалов. Вскрытие привратника. Блин, вскрытие привратника. Ну, 100 разведданных. Очень дорого. Это прям очень дорого. Давайте, знаете, я, наверное, вот материалы возьму. Да, материалы, потому что сейчас мне на пушке будут нужны. Ультравосприятие возьму. Ну, да. И останется у нас еще 155 разведданных. Нормально. И что-нибудь еще мы попродаем. Вот эти штуки попродаем. Потому что сейчас на пушке прям очень много денег будет потрачено. Трук крисолида. Хотя, с другой стороны, может... Не знаю. Стоит ли мне сейчас идти на избранных без заплазменных пушек? Может быть, подождать? Плазму построить? Ну, с другой стороны, плазма не так много урона даст. У нас потому что... Прокаченные электромагнитные пушки на плюс единичку урона. Поэтому там разница не такая большая должна быть. Насколько я понимаю. Давайте вот так сделаем. Вы ожидали, что новости о вашем открытии испугают меня? Пусть вам известно мое перемещение. Это ничего не изменит. Окей, смотрите. Мы можем в Африке поставить. И вот эти всякие пси-способности слабее сделать. И после чего, с другой стороны, в Азии можно. Чтобы ПБМ усилить. Что нам лучше? В принципе, в Азии можно здесь поставить вышку. И потом здесь вот эти контакты установить. И здесь вот потом поставить вышку. А, здесь нет прохода, да? Здесь нет прохода. Значит, вот здесь вот надо будет. Ну да, знаете, надо будет вот здесь вот вышку. И вот здесь вот вышку. А эта вышка вот здесь вот даст скидки. Эта вышка вот здесь даст скидки. Ладно, полетели, здесь поставим. Да что, как дорого-то? 300 материалов, да вы с ума сошли. Мне на пушки не хватит. Хотя мне их и так, наверное, не хватит. Ладно, бог с ними, с пушками. Как-нибудь наберем. Поехали, поставим башенку. Как у нас там Драгунова-то? Семь дней, что с Драгуновой? Оружейные бойцы, 19 часов. Ну, хорошо. Ждем Драгунова. Давайте пока никаких заданий не давайте, пожалуйста. Так, подождите, кстати, о башенках. Блин, а мне тут две надо будет, чтобы получить. Нужно будет еще где-то одну построить. Ну, по всей видимости, просто так придется строить. Ну, или здесь вот поставим башенку, чтобы потом сюда перелететь. Что у нас Европа дает? Броню дает. Ускоренную. Что у нас здесь здесь с костюма? Бой костюм. Сколько? Один день. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Это здорово. Так, Драгунова. Все, Драгунова встраиваю. Ну, давайте хотя бы эту броню еще дождусь. Здесь что? Отрицательный чертак. Ксенофобия. Можно паниковать, увидев Крисолида. Он появля... Они появ... Он... Че? Они появлялись-появлялись. А я... А я просто хотел домой. Ну, Георгий, Георгий. Госпиталь. Максимилиан Хан и Рори Макинтош. Можно их отправить, но пока что нет. Ладно. Давайте тогда все-таки тяжелую броню дострою. Что? Нет? Ой, блин. Он мне какую диверсию сделал. Да все равно все еще один день. Да хорош. Он мне какую диверсию сделал, но я скипнул. Да, боевой костюм. Тяжелый механизированный боевой костюм. Обеспечивает надежную защиту от урона, а также имеет точку крепления для тяжелого вооружения. Кроме того, технология защитная стена позволяет ему обеспечить союзникам временное укрытие. Экспериментальное оружие. Понимая технологии пшельцев, открывает нам путь ко все более сложным проектам. Да, поехали. Еще оружие здесь по себе сделаем. Так, призрак производится. У нас есть еще ядра. Да, у нас есть два ядра. Экспериментально тяжелое оружие. Есть экспериментальное оружие, а есть просто тяжелое оружие. Тяжелое оружие круче. Здесь огнемет гиена, бластерная установка, плазменный бластер и штурмовая пушка. Это что-то страшное. Это надо делать. Тебе видней. Да. И давайте мы сразу оденем нашего... Хотя не обязательно тяжика. Смотрите, вот рейнджер, допустим, да? Не, я его просто так сейчас одену, и я не говорю, что он обязательно будет в этом ходить. Здоровье 6, броня 2, защитная стена. Это силовая броня, но есть название бойкостюм, является самой крепкой броней, которую мы можем изготовить, имея достаточно мощности для использования тяжелого вооружения. Ракетная установка. Ракетная установка. Ну да, смотрите, здесь тоже одна ячейка под дополнительное снаряжение. И ракетная установка есть. Место ракетной установки, кстати, мы пучков можем сюда взять на задание. То есть вместо ракеты будет у нас огнемет и пауки. Это интересно. Ну да, на самом деле это броня... Что мы теряем? С кобры. Ну мы мобильности сильно теряем. Прям очень сильно. Для штурмовика все-таки мобильность важна. Тяжелая броня это... Ну для тяжа, да. Для тяжа это хорошо. Давайте посмотрим. Так, ты у нас с кем дружишь-то? Рейнджер Макинтош, ты там где? Блин, Макинтош, ты чего не качаешься, а? Вот так вот Макинтош будет в этом выглядеть. Ну смотрите, мы теряем... Одну ячейку. То есть у нас было, допустим, патроны и две гранаты. Сейчас у нас вместо гранаты будет какое-то тяжелое оружие. Но пока ракетная остановка, а потом это что-то будет очень крутое. Здесь, соответственно, можем какие-нибудь патроны поставить. И будет морозная бомба, допустим, в количестве двух единиц. 14 здоровья, две брони. Ну а еще защитная стойка. Обеспечивает полное укрытие союзникам там, где вы стоите. Стрельба или движение сбрасывает эффект. Здорово. Ну то есть за ним еще и прятаться можно. Ладно. Ну хорошо, ребят. Значит... Нет, знаете, как сделал? Я прямо сейчас полечу, чтобы никто у нас не смог ничего сделать. Поехали. Прямо следующую серию мы начнем именно с этого. Почему нету серии? Я все-таки хочу сюжетное задание это вынести в отдельно. Оно будет большое, мы его будем делать не торопясь. Цитадель избранного. Командир, нам удалось обнаружить патроновый вход. Ну, все это вы уже читали. Пойдут у нас самые элитные ребята. Пойдет у нас Драгунова. Пойдет у нас Мокс обязательно. Да, все самое крутое, все самые крутые пойдут у нас разбирать снайпера. Но это уже будет в следующей серии, а сейчас давайте прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.